Эта программа говорит губерния, но что вспомнили, кто был первым хабаровским блогером? Ну какие варианты? Ну вот здесь от наших коллег звучали варианты, что это был Вячеслав Коренев. А, с корнем зла. А, нет, это было задолго до меня, еще до появления телевидения. Первым хабаровским блогером в Городаковском музее решили считать Андрея Бадиско. Это русского офицера, потомка древнего рода. Да, и вот сейчас вы можете посходить в Городаковский музей и посмотреть на выставку, посвященную ему. Действительно, род Бадиско, он переселился из Голландии еще при Петре I. Это очень древний род, у него множество блестящих представителей. И вот, насколько я знаю, отец героя нашего сегодняшнего рассказа был декабристом, было два брата декабриста. И вот его сын, причем, как он попал на Дальний Восток, точно неизвестно, но, слава богу, он оказался в Хабаровске. И множество фотографий, которые вы сейчас гуглите с видами Хабаровска, сделано именно им, потому что он и был блогером. А вы имеете в виду виды Хабаровска конца 19-го, начала 20-го века. Да. Итак, я представляю организатора экспозиции Екатерину Гончарова, старшего научного сотрудника экспозиционно-выставочного отдела Городаковского музея. Я ничего не перепутал? Нет, все верно. А вообще, как появилась мысль вспомнить про него? Очень хороший вопрос. Вообще, начало идеи, откуда брать материал, из чего начинать выставку, конечно, всегда исходит из того, какие коллекции есть в музее. Вот в нашем музее была коллекция Андрея Михайловича Бодиско. Это были фотографии на стеклянных негативах в количестве 56 штук. Собственно, все эти фотографии, они сейчас опубликованы на выставке. Ну, естественно, они отсканированы, потому что публиковать стеклянный негатив нельзя, так как он может испортиться. Ну и, соответственно... У меня правильно. Давайте посмотрим его фотографии. Да, давайте. Хотя бы некоторые. Они... Что меня удивило, все отличного качества. Ну, это вот какую-то семью он снял, да? Да, вот на этой фотографии он есть. Это групповые фото, где позировали. Вот он, да. И он месяц какой-то семьей снимался, да? Да, да. Есть эта фотография без... А вот это я еще нагуглил без вас, и там тоже утверждается, что это тоже он, только моложе и в окружении гимназистов. Все верно, да. Да, вот именно эта фотография, она вводила в заблуждение, потому что в Хабаровске было несколько статей, посвященных Андрею Михайловичу. Но в процессе исследования и подготовки к выставке мы нашли материал в Государственном историческом музее в городе Москва из коллекции Семена Николаевича Ванкова. Это известный человек тоже на Дальнем Востоке. Есть альбом его фотографий, и на этой фотографии есть портрет старожилых города Хабаровска. И там подписана четко фотография портретная нашего Андрея Михайловича Бодиска, что это именно он. Ну, это нам дало возможность публиковать... Ну, вот я смотрю, там много фотографий нашей Преамурской выставки в честь 300-летия дома Романовых, да? Да, все верно. И именно к этой выставке также была опубликована книга Андрея Михайловича Бодиска, где он собрал почти 33 года жизни города Хабаровска. Он, в принципе, был первым человеком, который составил историческую справку о городе. То есть это не была какая-то одномоментная история, это именно как летопись, получается. Все верно. 33 года он здесь, по большому счету, всю сознательную жизнь провел. С 1880 года, с того момента, как Хабаровка стала городом, он был при правлении города Хабаровска, он был вхож в различные комитеты, он был газетным репортером, фотографом. Ну и, соответственно, у него был допуск не только к документам. И благодаря его труду, потому что со временем некоторые документы, они утеряны были, и благодаря его труду, вот этому 33-летнему, мы сейчас можем опираться на огромное количество фактов о нашем городе. В том числе и проблемы, в том числе и какие-то положительные моменты. То есть, например, как у нас начинали строить водопровод в городе. Который до сих пор остается проблемным. Да, собственно, проблемы не меняются. Проблемы с дорогами, да, что нельзя было проложить нормальную дорогу единовременно, вот она все год-два там служит. Нет, потому что есть дожди бесконечные, есть там подземные вот эти воды. Отсутствие источных канав, ливневых, как сейчас это называется. Да, мы точно такие же, просто другие масштабы. А с конрупцией разоблачал? И такое было. Это касалось земельных участков как раз, потому что в то время на освоение земельного участка давался всего один год, и если ты его не освоил, купил ты его или не купил, то у тебя землю забирали. То есть, ну и такие моменты тоже там есть в этой книге. А он, выражаясь современным языком, все-таки был прежде всего фотокорреспондентом или какие-то очерки, ну тексты писал в том числе? Он фотографировал события, на которых присутствовал. И вот эта книга, в этой книге он параллельно описывал те события, которые он фотографировал. То есть, почему блогер, да? По факту это та же самая деятельность, которой занимаются современные блогеры. Но есть один нюанс. При создании выставки у нас красной нитью проходит мысль о том, что мы хотим соединить прошлое с настоящим. Собственно, современное название, если бы мы просто назвали выставку Андрея Михайловича Бодиско, фотограф города Хабаровска, ну не факт, что... Самое главное, что вы, в принципе, и не соврали. Он действительно функцию блогера полностью выполнял. Разоблачал коррупцию, писал свои мысли, да. И оставил, главное, много фотографий. Я вот думаю, как нашему времени повезло, после нас останется много фото и видео. Историкам будущего будет гораздо легче, чем вот вам, когда прошлое Хабаровска изучаете, да? Это тоже такой вопрос, потому что очень много людей, когда публикуют, они же не фильтруют. Ну и создается субъективная оценка. Кстати, Бодиско писал о том, что он, ну, в своей книге это не исторический там очерк, это историческая справка. Что мне лично было приятно, вот, да, в подготовке выставки, так как я являюсь куратором этой выставки, то, что там нет никакой субъективной оценки, только факты. То есть он не говорит, вот мне нравится это, мне нравится то, нет. Он описывает ситуацию конкретную, без какой-то личностной оценки. Это очень здорово, это позволяет оценить ситуацию сверху, ну, то есть без каких-то да, нет, нравится, не нравится. Вот смотрите, я, может быть, немножко отвлекусь вот непосредственно от него, тем более, как Слава вначале сказала, было не очень понятно, как он попал сюда, на Дальний Восток и в Хабаровск. В принципе, на ваш взгляд, ну, понятно, что люди военные сюда ехали там по понятным причинам. А вот люди не военные, вот такие, как Андрей Бодиско или там, я не знаю, ну, многие другие. Но он военный. Он военный. Он все-таки военный. Или вот чего больше здесь было из центра страны приехать сюда, это какой-то, не знаю, там, научный интерес, романтика, карьерные, может быть, какие-то перспективы. Потому что фамилий же много, людей, которые вот приезжали, некоторые уезжали, да, кстати сказать. На ваш взгляд, что тянуло сюда? Я думаю, что это, скорее всего, должностной рост. Карьерный все-таки момент. Я думаю, да, что это карьера в первую очередь, потому что переезжали сюда в основном офицеры. И если посмотреть, вот, кстати, из книги Андрея Михайловича Бодиско из жизни Хабаровска, там есть первая перепись, которая прошла в 1889 году. Однодневная перепись населения и мужчин. Всего общее количество города Хабаровска составило 4 с лишним тысячи человек. И 2000, то есть это больше 60%, ближе к 70% это мужчины. То есть у нас здесь практически не было там, ну, мало было женщин, детей, в основном мужчин. Ну, и, наверное, большинство ваденные. И большинство офицеры, и рабочий класс. А можно вот посмотреть еще фото Хабаровчан, там отдельно в папочке лежит. Там интересно, вот, он же снимал в том числе обычных людей, да, и благодаря ему мы видим непарадные портреты, что вообще большая редкость. Как правило, исторические фотографии, но в силу того, что фотографии были дорогостоящие, как правило, там какие-то должностные лица, препараты, а вот прохожие на улице, это, мне кажется, очень интересно. Это очень интересно, потому что мы возвращаемся к типажам, к типажам и к людям, которые и в период переселения, да, с конца 19 века и поначалу 20 века, ну, как бы, да, переселялись к нам сюда, на Дальний Восток. Ну, в тот же момент, и это не только, там, офицеры, моряки, там, или кто-то еще, а именно простые граждане, обыватели. А еще мне очень нравится, что мы наконец-то перестали вот в истории замечать только начальников. Я как раз недавно думал, что все знают наших генерал-губернаторов, они, конечно, были выдающиеся люди, но они же не одни вот основали этот город, не одни поднимали, вот, здесь, культуру, промышленность. Очень хорошо, что, конечно, Бадиско тоже, он был, не был простым рабочим, он был офицером, то есть, в принципе, элита, но, по крайней мере, не начальник, да? А он какой должность занимал? Ну, он был подполковником, то есть, последние данные, и он был начальником штаба 46-й бригады в период войны, 1916 год, это уже в Никольск-Уссурийске, ну, Николаевск, современное название, вот. Вот, там же он, кстати, стал первым основателем филиала императорского российского географического общества. То есть, здесь был Ванков, а он стал там. Вот ты спрашивала, как люди здесь оказывались, а мне кажется, вот, большое влияние восстание декабристов оказало на развитие восточной части всей страны. Вот, значительная часть элиты оказалась, вот, не въезжей на какое-то время в Москву и в Петербург, да? Собственно, поэтому, я так подозреваю, что он здесь оказался в том числе... Как-то большой уж слишком ты временной разбег берешь между восстаниями декабристов и таким глобальным освоением Дальнего Востока. Ну, как бы, ну, их семьи обосновались в Сибири. Ну, хорошо, ладно. Я так подозреваю, что шлейф и оставался до смерти, в том числе и у потомков, возможно. Я знаете, о чем хотел спросить? Вот, часть фотографий посвящена вот той самой торговой промышленной ярмарке, посвященной 300-летию дома Романовых. А можно еще раз? Да, вот, если можно показать фотографии. А он единственный был, кто ее фотографировал? Или вот благодаря именно ему мы понимаем, как все это выглядело, помимо каких-то текстовых источников? Он был официально назначен на должность фотографа. Вот этой выставки? Да, этой выставки. Вообще, эта выставка колоссальная была на тот период. Если мы даже обретимся, да, к сегодняшнему дню. Выставка шла всего два месяца, с 15 июля по 15 сентября 1913 года. Создана она была для того, чтобы показать перспективы развития экономические и географические нашего города Хабаровска. Насколько это здорово быть там недалеко от Китая. В то же время там очень много было торговых представителей Плюснины. Ох, представляю, как там развернули ряды. Там вот все, что показано на фотографии, это стадион Динамо. Ни одно из этих зданий, к сожалению, не уцелело, да. Но, тем не менее, это была колоссальная постройка. Выставка готовилась в течение двух лет. Кстати, к юбилею выставки была издана первая книга. Вот первый тираж вышел книги из жизни Хабаровска. Это главное здание уже, да? Да, это главное здание. А оно деревянное было? А, это Чурины Ко. Да, все постройки деревянные. Это не главное здание, это Чурины Компания. Все постройки были деревянные, они просто крашены. Поэтому, ну, как бы внешний вид такой немножко смущает, что это дерево или это. У меня лично, я не сразу поняла сама лично, что это дерево. Ну, вообще, шикарно просто выглядело. Ну, конечно, не на уровне какой-нибудь лондонской или парижской выставки, но почти. Ну, к тому периоду, мне кажется, это более ста лет назад, и не договорила, да, показатель посещаемости этой выставки. Есть данные о том, что за два месяца выставку посетило 110 тысяч человек. То есть даже по сегодняшним меркам это достаточно много, потому что... При том, что население города было несравнимо меньше. Да, очень здорово, что вы обратили на это внимание. Соответственно, это приезжали люди, им показывали, демонстрировали возможности, демонстрировали, что можно, какие перспективы развития. Потому что Хабаровск изначально не был задуман как провинциальный. Если вы хотите на всю эту красоту посмотреть внимательнее, приходите в Городоковский музей. И экспозиция «Первый хабаровский блогер» работает. У нас есть организатор экспозиции Екатерина Гончарова, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Городоковского музея.